Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Я увидела, что этим управляет один человек. Это было настолько прекрасно, что мне захотелось этим заняться. Но в какой-то переломный момент дело остановилось. Вот не даются мне новые украшения на колоколах и все. Я это дело забросила. Перестала заниматься. Тогда я училась в Павловском государственном университете телекоммуникации и информатики на инженера. И там строился храм Самарских Святых. Он там до сих пор стоит. Бирюзовый, красивый храм рядом с парком Гагарина. И туда приехал мастер архангельский Владимир Марианович Петровский. Развешивать колокола. Когда я зашла, мне сказал Владимир Марианович, вы дверью не ошиблись? Я говорю, нет, я хочу попробовать. Ну, я ему рассказала, что я начинала. И буквально за эту неделю я все могла подхватить. Все украшения, которые он давал, все звоны. И выпустилась вместе с тем курсом. Получила диплом звонаря. И уже в 2011 году меня позвали сюда везти колокольный звон для детей. Начала процесс. Детки были в основном маленькие. То есть были 7-8 лет. Но не так страшно оказалось. Мне очень понравилось. Мы с детьми быстро нашли общий язык. Конечно, может быть, поначалу я была не совсем педагогом, а скорее другом очень близким. Потому что я искала эту форму. И впоследствии нашла вот эту золотую середину, когда ты и друг, и педагог. Это очень тяжело на самом деле найти. И недавно совсем видела своих троих выпускников. Как так совпало. Мы ездили на конкурс звонарей в Троицу Сергиеву Лавру. Заезжали. И там есть Московская Духовная Академия. Один выпускник у меня поступил в Московскую Духовную Академию на священника. Он уже выше меня роста. Ему 18 лет. Другой выпускник. Мы встретились на службе в соборе. Он учится в политехе. Арсений Носенков выше меня на две головы. И третий выпускник. Он уехал в Петербург с мамой. Он еще учится в школе. Но тоже высокий. Он говорит, я хожу в церковь и звоню. То есть не бросай это дело. То есть вот так вот как-то в этой весной я встретила троих своих выпускников. Галина Максименко закончила технический вуз. Она дипломированный инженер. После окончания университета проработала полгода по своей специальности. И поняла, что ее истинное призвание – это колокольный звон. Мне надо движение. Мне надо общение с детьми. Мне нужно постоянно куда-то выезжать, звонить колокола. В общем, да, я не стала инженером в итоге. Но техническое образование мне помогает в работе. Например, где-то надо смонтировать ролик, сделать интересную презентацию. Детям что-то по компьютерной грамотности дать здесь без проблем. То есть мне первое образование очень помогает в профессии. Колокол – особый музыкальный инструмент, созданный собирать людей на молитву. И поэтому звонари называют его Божьим голосом. Колокольный звон – особый вид искусства. Близкие и родные люди Галину поддерживают, выбор ее одобряют. Сын у меня есть. Он, ну, ему, правда, еще только будет пять лет, но он уже само младенчество со мной на колокольне. Он уже тоже звонит во все путешествия, фестивали, куда мы ездим. Я его всегда беру с собой. Вот недавно здесь мы как раз ездили в Москву на конкурс. Он был со мной, на фестивале со мной. Поэтому он относится нормально. И по выходным тоже приходит на колокольне вместе со мной. Оксана Бурина привела свою дочь Дарье учиться звонить в колокола 4 года назад. Заниматься девочке очень нравится. И теперь она одна из лучших учениц Галины Максименко. Галина Николаевна наставник. Галина Николаевна хороший преподаватель с даром от Бога к этому. Я знаю точно, что у Даши доверительные отношения сложились с Галиной Николаевной. Она какие-то моменты, допустим, даже которые она со мной не обсуждает, она может забежать к Галине Николаевне, ей раскрыть там какие-то свои тайны, обсудить, посоветовать и так далее, посоветоваться с ней. Вот такие моменты. Конечно, наставник, конечно, педагог. Галина Николаевна, она очень добрая, очень веселая. Она вот, мне она очень нравится. У нее всегда много идей. И она просто заряжена энергией, которая заряжает нас. У нас сложился очень добрый такой веселый коллектив. Мы можем, допустим, там устроить внезапное чаепитие, там поиграть в какие-нибудь игры. И нам очень весело. Мы можем поговорить на разные темы, не только на тему колокольного звона, но также каких-то там своих проблемах. А вот покажи мне, пожалуйста, чему вас учат каждый день. Это самый такой примитивный, простой звон. Мы где-то три звона проходим за год, каждый год. Они выходят отсюда спустя четырехлетнее обучение с хорошей базой звонарской. А поначалу, может быть, сложновато чувство ритма развить. Вот они приходят, кто где какие песенки послушал. Мы проводим ассоциации. А какие ритмы бывают в жизни? Там машины едут, дождик стучит, ритм сердца человека и так далее. И они тогда начинают понимать эту тему. Мы переходим плавно музыку в колокольный звон. И дальше уже, когда ребенок первый год, он чувствует ритма развил, ему дальше становится легче. И в процессе появляются их маленькие успехи. Это фестивали, конкурсы. Сейчас их очень много. Исследовательские работы и высокие результаты достижения. Она создала целую общеобразовательную программу компонологии, куда входят теории практика по колокольному звону, экспедиции по изучению колоколов Самарской губернии, исполнение композиторской музыки с использованием колоколов, изучение основ, нормы грамоты. Колоколами дают вдохновение. Наверное, это можно сказать, что это мои близкие друзья, потому что, когда мне грустно, я поднимаюсь на колокольную, настроение улучшается. Я продвигаю колокольное искусство в Самаре. Мы с детьми пишем исследовательские работы, ездим в экспедиции по области, то есть исследуем колокольное искусство, потому что, к сожалению, в 20-х годах, когда происходило вот это вот забвение в вере, колокола многие сбрасывались, и в Самаре полностью стерлась история по колокольному звону. Я не знаю, как так. То есть в других городах осталось в архивах какие-то записи. У нас был, наверное, купеческий город, может быть, не настолько это было интересно. И мы находим колокола порой 19-го века, 18-го, самых неожиданных местах, например, на штабе нашей армии, где драматический театр находится. Там вот находится штаб армии Приволжского округа. И вот там вот находится как раз колокола 19-го века, завода Приваловых. Вот, как бы продвигаем колокольное искусство, наверное, масса, можно так сказать. Колокольный звон – это, особенно в Духовно-просветительском центре Кирильце, не только образовательный момент, но и духовное воспитание ребенка. Когда дети поднимаются на колокольню вместе с Галиной Николаевной, когда они занимаются этим делом, освещают, звонят на весь город, и их слышно, нужно видеть лица детей, лица родителей этих детей. Галина Николаевна занимается не только с обычными детьми, у нее есть дети УВЗ с нарушениями координации. Но эти занятия колокольного звона всегда помогают таким детям идти даже на поправку. Воспитанники этой школы регулярно принимают участие в Алексеевских перезвонах, Всероссийской спасской ярмарке города Елабуга, в Антониевских перезвонах города Дзержинск, Нижегородской области, в Московском пасхальном фестивале Валерия Гергиева. Останавливаться на достигнутом Галина не собирается, планов очень много. Я учусь в аспирантуре, хочу стать кандидатом педагогических наук. Мне нравится заниматься исследованием методики обучения и процесс обучения, совершенствоваться, ездить на разные педагогические семинары, выступать совсем недавно. Я выступала на конкурсе профессионального мастерства молодые педагоги самарского образования, стала лауреатом второй степени. То есть, ну, совсем недавно я думала, что, наверное, это полностью моя жизнь. То есть я уже не могу даже без этого. Одно из самых главных достижений – горящие глаза детей, когда они прибегают на уроки, когда они прибегают в перемены, когда они меня обнимают. Все время там заранее у нас еще уроков два, они уже придут в чашу, ждут под дверью, когда они «мы хотим выступить там-то, а мы вас видели по телевизору, а вот мы здесь про вас почитали, и видно, что им это нравится». А вообще есть такое высказывание, что посредственный учитель объясняет, хороший учитель показывает, и великий учитель вдохновляет. Вот я думаю, что моя цель жизни – это стать таким учитель, который будет вдохновлять. Галина Максименко исполнила свою мечту, стала звонарем, учит детей и взрослых счастливо, уверена, что нашла свое призвание. А это, в свою очередь, и есть великая сила наставничества. Субтитры создавал DimaTorzok Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.